Елизавета Хорт и Гордея Читти Паховян представляют Санкт-Петербург Маменко. Ну и танго, естественно, танго и стрит-месячного танца Нилы Киниш. КОНЕЦ 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 Ну что же, тоже старались максимально соответствовать музыке эти фигуристы, но пока давайте все-таки поймем, что на этом уровне танго вот эту всю взрослую страсть сыграть юниорам, конечно же, очень-очень непросто. Обращу ваше внимание на один вот какой момент, буквально возле моей комментарической позиции, случилась ситуация, которая, конечно же, происходит значительно чаще, чем мы ее замечаем, чем мы обращаем на нее внимание, после одного из движений партнерша так буквально упустила из виду партнера, и Лиза Хорт на мгновение потерялась, как мне показалось, но Гордей, будучи и постарше, и поопытнее, да и вообще мужчина должен поддерживать, он как-то очень органично, хоп, поставил руку, подхватил Елизавету, и если это не будет подано сейчас крупным планом, а я сомневаюсь в этом, ибо камера не так, чтобы близко, я думаю, что вы ничего не заметили, и не заметите даже на замедленном повторе. В очередь хочу сказать, что без всяких повторов очень приятно видеть в качестве тренера Кирилла Минова, помните, он выступал за, несмотря на то, что родом из Москвы, выступал за сборную Южной Кореи с Ребеккой Ким, тренировавшись под руководством и Энжелики Крыловой, тогда еще времен по сквале Камерленга работали с этим фигуристом Ирина Жук с Александром Свининым, и Ксения Румянцева, и даже Елена Чайковская. Ну, в общем, эта пара была довольно заметной на мировом уровне, и одно время была ни много ни мало лучшей в Южной Корее. Вот Кирилл Минов на ваших экранах. Привет, привет. Вот, единственное, очень жаль, что так и не удалось этим фигуристам попасть в произвольный танец на чемпионатах планеты. А вот на этапах гран-при они приезжали, в том числе, и в Россию, разумеется, почему нет, выступали и на мордовских узорах, но заметной парой были, что уж говорить. Почти 50 баллов без малого, 49,94 набирают Елизавета Хот и Гардей Читипаховян.